Всем привет! В этом видео поговорим о том, что объем торговли между Россией и Китаем растет рекордными темпами. Товарооборот между Россией и Китаем стремительно растет. По итогам 10 месяцев текущего года страны наторговали на 154 миллиарда долларов. Отмечу, что по итогам прошлого года объемы взаимной торговли между Россией и Китаем составили 147 миллиардов долларов. При этом текущая тенденция свидетельствует о росте товарооборотов в последние месяцы. Только за октябрь объем торговли составил 18 миллиардов долларов. Прогнозируется, что по итогам всего года страны могут достичь заветной цели по товарообороту в 200 миллиардов долларов. При этом главы государств ставили задачи выйти на указанные показатели лишь по итогам 2024 года. Однако западные санкции и текущая рыночная конъюнктура внесли свои коррективы, от которых экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином только окрепло. Стоит отметить, что в стоимосном выражении поставки российского сырья и товаров в КНР выросли на 50% до 95 миллиардов долларов, тогда как поставка китайских товаров в нашу страну выросла на 13% до 60 миллиардов долларов. Существенный вклад в рост доходов российских экспортеров сыграли высокие относительно прошлого года биржевые цены на нефть, газ и уголь. Запрет на поставку российского угля в Европу обернулся перед направлением судов с углем в Азию. Поставки угля в Китай выросли к октябрю в 3,5 раза по отношению к февралю текущего года. Российские компании готовы еще в два раза увеличить объемы экспорта угля в Поднебесную, но пока наши железнодорожные магистрали не могут перевести больший объем грузов. Китай рекордно в этом году нарастил объемы импорта российского трубопроводного и жиженного газа, несмотря на то, что вследствие пандемийных ограничений сократил потребление голубого топлива. Китай вообще постепенно увеличивает импорт российского и туркменского трубопроводного газа, пользуясь их более низкой ценой в сравнении с поставками СПГ. Однако наибольшую прибыль российскому бюджету принесли поставки в Китай российской нефти. Вообще за прошедшие 10 лет объемы экспорта российской нефти в КНР выросли в 5 раз с 400 тысяч до 2 миллионов баррелей в сутки. Китай также существенно нарастил объемы импорта российских минеральных удобрений и продовольствия.